здравствуйте друзья с вами феликс я давно не снимал ролики и сегодня вот решил снять такой ролик на тему круговорота денег при дропшиппинге причина на то такая что вот новичкам непонятно как именно все это происходит но решил вот еще раз подробнее на этом остановиться но перед тем как перейти к этому вопросу хочу поделиться с вами вот таким вот наблюдением вот смотрите в комментарии вот человек пишет ну спрашивает там переписка была у меня с ним 10 вопросов и ответов и в итоге спрашивает ну сколько там можно заработать какая статистика то все я ему ответил что это не как сказать я не в налоговой грубо говоря и он пишет вы серьезно мне казалось вы своих роликах обучаете ведению бизнеса на amazon и я не знаю вот как зовут человека я никого ничему не обучаю я показываю как можно на нем заработать тот кто хочет смотрит и обучается если у вас нету времени желания смотреть все это запоминать и делать но это ваше дело по поводу категории вот спрашивать не думал что здесь какая-то тайна вы же не товары раскрывайте просто слышал что уже с электроникой не надо связываться хотел ваше мнение не ожидал что вызовет такую реакцию ну вот по тем же категориям вот человеку лень чуть-чуть вот вправо посмотреть и утра на вот ролик разрешенные категории видео ответы и там много ответов на вопросы или лень или не хочет или ему проще еще раз говорю ребята и девчата если у вас времени нет у меня его еще меньше хотите смотрите обучайтесь если это обучение делайте это это не так уже сложно не так уже сложно это все проделывать а вот и если вот так вот сидеть и обучать что называется да вот каждому на вся всех вопросы в комментариях в соц сетях и так далее ну для примеру меня только в чате 207 человек если четверть из них каждый день будет задавать вопросы вы представляете это только в скопчате тут ребята сами друг другу там помогают подсказывают продвигаются ну и меня поймите я не могу каждому удивлять время тем более что обо всем этом сказано и пересказано ролик же снимаю вот по просьбе этого парня евгения опять же вот смотрите он очень хочет разобраться пару дней писал чтоб переговорить но опять же вопросы которые возникают надо уметь конкретизировать чтобы был конкретный вопрос на который можно дать конкретный ответ а то так вот поговорить в скайпе еще раз повторяю я не могу с со всеми желающими разговаривать скайпе это надо мне с работы уйти и целый день переговариваться и смотрите я написал что сниму ролик который сейчас буду снимать вы мне если можно ссылку скиньте там очень много у вас материалов до евгений материала очень много потому что тема не простая это не хайп это не просмотр рекламы это нормально нормальный бизнес и в любом ролике вот и даже в начале канала есть как правильно подписаться на канал подпишитесь и любое первое любое видео которое я закидываю на канал будет приходить к вам с оповещением с оповещением и вы будете знать а то мне еще ссылки на ролики раскидывать да ну давайте будем взрослее будем самостоятельно хорошо и так по просьбе евгения который мне прислал вот такой вот документ он еще раз говорю парень старается понятно что он хочет ну вникнуть в проблему ну ну бизнес но без бизнес это серьезный и надо относиться к нему серьезно искать материалы смотреть где что какие новинки и в итоге вот смотрите у него действительно получается вот такой вот замкнутый круг в этих вопросах потому что он не понимает не может представить как и куда здесь крутятся деньги как все это происходит ну вот об этом мы сейчас с евгением и думаю если есть еще будут начинающие им тоже будет полезно на все это посмотреть ну давайте закроем вот это закроем skype и перейдем вот на то что я подготовил и так это amazon первый вопрос который возникает у тех кто начинает зачем нам пионер и зачем нам свои карты дело в том что amazon всем без исключения продавца всем торговцам выплачивает деньги на банк не на карты не на paypal не на какие-то такие счета а на банк выводят на банковский счет для жителей америки это в американских банках счета для жителей евросоюза в европейских банках для всех остальных то есть для всех нас жителей бывшего советского союза вывод на банковский счет который нам предоставляет платежная система официальный партнер amazon платежная система пионер которая вместе с картой предоставляет также и банковский счет сша в банке сша перечисленные amazon деньги на банковский счет ну естественно эта карта привязана к этому счету садится и на наш на нашу карту то есть именно таким образом происходит вывод денег с amazon а мы тут выводить там делать какие-то телодвижения для вывода не нужно amazon сам автоматически каждые 14 дней в основном всем кроме новичков бывают случаи не всем конечно но некоторым новичкам как бы они тоже находятся на испытательном сроке может отложить выплату денег пока по права как сказать проявится выполнение заказа допустим вы отправили товар amazon ждет прошло все нормально возврата нету и так далее и только после этого отпускает деньги на ваш счет на ваш счет в банке при регистрации мы используем наши местные карты вот это наши карты как регистрироваться самый удобный простой способ зарегистрироваться на amazon сначала зарегистрироваться как покупатель используя все свои реальные данные это тоже часто вопрос этот задается менять айпи не менять через какой-то там сервисы которые предоставляют адреса в америке эти указывать нет все указывать свое настоящее свое реальное карту указывать своей страны а потом при регистрации когда уже покупатель теми же данными регистрируемся как продавец добавляем вот этот банковский счет с пионера не карту пионера а банковский счет пионера на который будут перечисляться деньги следующий вопрос который возникает это вопрос с пайпалом потому что тот же ebay на нем есть очень много продавцов которые продают только через пайпал к пайпалу привязывается своя карта своя карта местная и кроме жителей россии с основного с остального ссср бывшего привязывается и карта пионер тоже то есть к пайпаловскому аккаунту можно привязать хоть десять карт в том числе и пионер для чего важный момент чтоб пионер привязался чтобы крутились те же самые деньги чтоб деньги туда-сюда не перекидывались не не менялись не обменивались то есть уже после некоторого периода когда у вас появятся деньги на банковском счету автоматически они также будут на пионере с которого будет сниматься и во время оплаты с пайпала там выбираете карту пионер и с нее будут вычитаться деньги но для начала естественно вам надо иметь на своей карте определенную сумму сумма это как сказать приблизительно вычисляется так что в проценте двадцати-тридцати процентов от выставленных листингов то есть если у вас там на тысячу долларов по закупочной цене товара выставлено значит вам надо иметь около трехсот долларов на карте или хотя бы свободными чтоб любой момент перекинуть на карту и выполнить заказ пока не пойдет вот этот цикл с амазона на банк с банка на карте будет так же и дальше теперь естественно вот когда мы говорим о тысяче долларов в общих листингах да ну к примеру естественно там надо смотреть и на товары которые выставлены если у вас там два товара по сто долларов остальные там на восемьсот то естественно там если вы их продали то у вас денег не останется там то есть это тоже надо иметь ввиду может за один день вы бы продали три товара по сто долларов каждый и у вас уже денег нету дальше работать то есть на это тоже надо обратить внимание пока не пойдут деньги пока вот этот круговорот не заработает пока не заработает этот круговорот заработает только в том случае когда вот мы берем покупателя покупатель купил у вас товар купил у вас товар он платит сразу же деньги вперед как говорится но amazon их замораживает замораживает на тот срок пока вы не купите товар в каком-нибудь электронном магазине на электронной площадке и не отправите покупатель как только вы сделали вот этот шаг как только вы отправили товар покупателю amazon размораживает вашу сумму она садится на баланс и как я уже сказал каждые 14 дней отпускается на банковский счет то есть вот этот вот запас вот на эту красную стрелку у вас всегда должен быть чтобы вы смогли начать именно начать покупатель вопрос также был про paypal про карты как в основном с ebay покупать ну во первых на ebay не все подряд продавцы продают только за на paypal был вопрос и по walmart как там покупать то есть если так обобщать то все эти электронные площадки они продают как за paypal так и за напрямую с карты то есть за исключением ebay я пока еще нигде не видел чтобы с карт не продавались то есть только на ebay существует определенное количество продавцов которые только с paypal берут оплату с карт не берут но там также и очень много продавцов которые напрямую с карты принимают оплату за товар так что здесь вот проблем нету в любом онлайн магазине будь то Walmart Overstock и так далее можно купить через карты ну там есть определенные тот же Overstock только американские принимают наши местные не принимают но на этом сейчас не будем заострять внимание и так карта любая привязывается к PayPal и через PayPal совершаются покупки в интернет магазинах еще раз повторюсь в России PayPal не привязывается это политика российского центробанка чтобы только российские карты там работали и думаю у россиян ну единственный выход там определенную сумму там которая им нужна скидывать обналичивать то есть с пионера обналичивать перекидывать на местные карты и работать чтобы можно было работать через PayPal в остальном так же как и у всех и так получается что ну на период от первого перечисления денег и до того как вы уже начнете с пионера работать вам нужен запас определенный запас денег на своей местной карте то есть в первые там 14 тире 21 день там по неделям 2-3 недели вам придется покупать со своей карты отправлять заказы пока как только вы отправляете заказ деньги садятся на баланс пока не настанет срок выплаты на банковский счет и дальше уже крутите с карты пионер будь то напрямую будь то через paypal будь то с частичным перекидыванием необходимой суммы для ebay в основном для ebay на местную карту вот таким вот образом работает круговорот денег на амазоне думаю что понятно объяснил на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс